Кстати, сколько процентов у нас сыроедов в стране? Вот так, приблизительно, навскидку. Вы знаете, точной статистики нет, но число настолько растет, что люди постоянно пишут, что еще вчера я считал все это глупостью, а теперь я сам и понял, и у меня вот это прошло, это изменилось. Вы знаете, вот если веганов говорить, ну скажем так, давайте возьмем все вместе, вегетарианцев, веганов, сыроедов, я думаю, это процент уже чуть ли не может быть 5-7%. Да, ну это, конечно, ничтожно мало. Это пока мало, но, так сказать, вот, ну в Европе больше гораздо. Ну, я считаю, что вы внесли свою очень серьезную лепту, потому что я не видела человека, который с таким бы, с такой бы любовью относился к природным веществам. Кстати, многие ваши соплеменники вас покинули, что называется, в этом пути, и отреклись, что называется, от этого направления. Но, тем не менее, я считаю, что это единственное направление, которое дает человеку жизнь. Но, без БАДов мы здесь никак не обойдемся, потому что, к сожалению, нет хороших белковых продуктов. То есть, вот, они есть у вас, но их абсолютно нет в свободном доступе, да. И поэтому я бы считала, что аминокислоты нужны добавлять из БАДов, из растений. Я бы считала, что спирулину нужно брать не какую-то развесную, а вот именно таблетированную, высочайшего качества, которое не гниет, не бродит. Я бы считала, что хлореллу надо и в сухом виде, что люцерну надо. Давайте сделаем с вами передачу по аминокислотам следующую, потому что это было бы очень, да, это было бы очень, так сказать, хорошо. И мы бы подняли очень важную тему, потому что аминокислоты для веганов, вегетарианцев, сыроедов, монофрукта и так далее, они являются основной, по сути дела, строительной базой. То есть мы должны растения посмотреть, в которых аминокислоты, и мы должны посмотреть БАДы, чтобы мы гарантированно, прямо сколько кушать в граммах, чтобы вы получили всю незаменимую вот эту вот композицию. Кстати, сейчас Всемирная организация 47 питательных веществ выделила, которые не синтезируются в организме ни при каких обстоятельствах. Но синтезируются бактериями, да, как бы, но мы доказать это вот уже не можем, потому что это надо брать, так сказать, проводить широкомастабные исследования уже самих бактерий, уже самих бактерий, да. Я уверена, что они синтезируют все. Конечно, иначе бы не жили фрукторианцы, которые едят только фрукты. Да, но они едят фрукты, а у них 2 килограмма бактерий умирает, которые являются животными, по сути дела, да? Ну да, но там, на самом деле, просто бактерии определенных групп в результате поедания растительной живой клетчатки, они именно выделяют как продукты своего метаболизма именно витамины и аминокислоты. Так вот же, ну то есть, по сути дела, они являются, бактерии являются как бы животными. Да, то есть, мы вообще люди, симбиотические организмы, как и другие все животные на нашей планете, начиная от насекомых до млекопитающих, у всех кишечниках живут определенные группы бактерий, которые помогают им добирать те вещества и синтезировать, которые они из своей пищи не могут. Ну вот посудите сами, вот смотрите, Ольга Александровна, мы не берем даже ниши, берем высших млекопитающих, которые растут, у них белки обновляют клетки, да? У них хватает для корма молока материнского выработки. Вот возьмем панду, она ест только проросшие молодые поросли бамбука и все в течение жизни, представляете? А там ничего нет практически. Это потрясающе, это потрясающе. Или возьмем еще интереснее, например, коала, еще одно млекопитающее животное, а это листья эвкалипта, причем ядовитые, понимаете? Да ужас, вообще. Вот, и это высшее млекопитающее животное, то есть мы очень мало знаем о организме и, конечно, уж перестать надо давно. Я говорю в первую очередь о медиках, о профессорах, академиках, нести вот этот вот бред, я по-другому сказать не могу, о том, что, так сказать, необходимо именно и без мяса. Ну, на белое, конечно, можно говорить, что оно черное, но оно от этого, так сказать, цвет не изменит, потому что мы прекрасно видим, есть те люди, огромное количество. Вот у меня приходят письма, где есть веганы в пяти поколениях, в шести. То есть люди, которые никогда в жизни никаких вообще животных продуктов не ели, но они растут, развиваются, дети здоровые и крепкие, рожают здоровое потомство. Если бы, так сказать, хоть часть правды было бы в том, что без мяса там и животных продуктов не прожить, то ни одного бы исключения не было, а этих исключений миллионы во всем мире. Так что, так сказать. От стыда, потому что я выпучила глаза и говорю, они лечатся травой. И она задала убивающую, а почему мы, говорит, травой не лечимся? Я говорю, а потому что не умеем. И она говорит, вот, учитесь, учитесь. А я рассказывала, что надо есть там яблоки, там орехи, там ТО-25. Она говорит, ну где корова возьмет яблоки? А у нее такая же кровь, как у нас. То есть, на самом деле, на самом деле, здравый смысл подсказывает, что, да, действительно, конечно, мы должны кушать сырую еду, конечно, мы должны меньше или вообще не убивать животных, конечно. Но сейчас уже ученые сделали настолько эффективные формы вот этой вот концентрированной, умной, эффективной еды, той же спирулины, хлорелы, там тех же селенов, тех же пробиотиков различных, что мы легко можем отказаться от главных пищевых продуктов и заменить их вот этими нашими формами. Но для этого сначала, конечно, надо почистить кишечник, потому что прежде чем переходить, нужна такая уборка, еще одна, еще одна генеральная, что называется, да, начать с легенькой и, так сказать, закончить уже серьезно. В перспективе, пока человек жив, здоров относительно, у него единственная возможность как можно дольше и качественнее прожить, и больше, соответственно, в жизни своей добиться чего-то сделать, хорошего, я надеюсь. Так вот, это только переходя на естественный образ жизни, а это такое всеобъемлющее понятие, это среда обитания, это, то есть, вот это экологическое пространство, это живая вода качественная, так сказать, структурированная и так далее, это питание, живое питание, что все есть на нас. Кстати, об этом, вы знаете, огромное количество сейчас вот честных, порядочных, то есть, вопрос ведь не в том, кто человек по, так сказать, там, профессии и так далее. Вот знаете, я скажу так, среди вот многих священников, а меня вот так получилось, слушают, как я выяснилось, очень много, священники, вот очень многие в себе, вот как бы совесть у них, ну, быстрее, что ли, может быть, просыпается, и многие перестают, кто ел, еще есть мясо, рыб, ну, вообще животные, пищу. Они уже трезвым, что называется, умом, они видят и что говорят, а вот в любых ведь священописаниях, и значит, вот если человек религиозный, он к чему должен стремиться, наверное, к эталону, да? Ну, конечно, к образцу, к образу, к образу и подобию. А как изначально было, что было вот это вот дано человеку в пищу? Плоды, о чем говорит и наша биохимия и здравый смысл. Мы люди, плодоядные существа, потому что плод – это концентрат энергии Солнца, минералов Земли. Глюкоза, высшая молекула Солнца, да? Да, и, так сказать, в нем есть все, ну, в тех или иных плодах, хоть остальное доделает наша здоровая кишечная микрофлора. И беда в том, что сейчас у людей она нездоровая. Вообще нет ее, практически. И поэтому-то мы, не потому что, вот почему раньше тот же писал Норман Нокер, как раньше, еще 100 лет назад, 80 было просто, очистив организм, перейдя на сыроедение, на соки, жить здоровой, полноценной жизнью. Сейчас сложнее. Почему? Потому что совершенно, во-первых, в пище уже, в этих плодах нет всех тех минералов, микро-макроэлементов, которые были еще тогда, почвы беднеют, но об этом мы тоже говорили, да? И потому что наша кишечная микрофлора прибита, забита. Отравлена. О количестве антибиотиков, которые в своей жизни принимали, пища отравленная, с консервантами, со всеми делами. И она не может восстановиться, даже у многих сейчас на сыроедении. Вот поэтому я посчитал так важным, именно, и вас попросил провести об этом, так сказать, нашу беседу, потому что без современному человеку, большинству, не всем, конечно, исключение есть, но подавляющему большинству, без ферментов, без пробиотиков, не обойтись, чтобы вот этот шаг, переход сделать. К здоровой, абсолютно здоровой жизни. К энергии вообще жизни. Потому что пища, которую мы не переварили, съедает нас. Вы знаете, так меняется мировоззрение человека, вот так меняется, вот после системного, лечебного, вот, например, голодания, когда человек переходит после голодания сначала на соки, потом на, ну, смузи, более твёрдую пищу, ну, чтобы взрастить микрофлору уже заново, так сказать, да? На пище микроскопических вот волокнах, на, так сказать, клетчатке, то так, на живой, то тогда потом постепенно переходят. Он уже просто, это все говорят без исключения. Они удивляются, как раньше они хотели есть то, что сейчас они понимают, что уже не хотят это есть. Понимаете, какая штука? То есть, вот прям меняется. Здесь мгновенно сознание меняется. Ольга, ну что ж, тогда следующую мы, как мы с вами проведём, про аминокислоты. Давайте, следующий, белок аминокислоты как основа жизни. Потому что мы и есть белок. Аминокислота во всем его проявлении. Живая аминокислота. Мы есть живая аминокислота, вот, по сути дела, да. По сути, да. Вот об этом мы как раз и поговорим. Мы поговорим, начнём с тех заблуждений, которые вот все сразу говорят о том, что если нужны, типа, белки и аминокислоты, а это факт, значит, необходимо есть мясо. Вот прям, вот одно и то же, типа, а это совершенно не одно и то же. То есть, белки нужны, но белки у нас синтезируются. Об этом все забывают почему-то, даже многие медики. Как будто вот мы съели это сразу в клетку и прям из этого построили. Это не всё так примитивно. Конечно, конечно.